Наука — это не скучно. И сегодня на третьем научно-образовательном форуме «Сайенс Движ» это докажет лучшую умы Петербурга. Главная тема — наше с вами будущее и что от него ожидать. Ежегодный форум проводит автономная некоммерческая организация «Студенческое научное общество», которое объединяет студентов всех вузов Санкт-Петербурга, увлеченных наукой. Во предыдущих годах форум проводился во многом благодаря энтузиазму студентов, а в этом году организаторам удалось получить президентский грант — 200 тысяч рублей — и привлечь спонсоров. Поэтому помимо лекториев удалось организовать VR-зону и зону нетворкинга. Форум прошел в смешанном формате. Те, кто не сумел побывать очно, смогли подключиться к онлайн-трансляции. Для них были специально устроены онлайн-лектории. Изначально должен был форум проводиться в точке кипения, но так получилось, что мы перенеслись в библиотеку имени Маяковского. Связано с ковидом и перенесли форум наполовину в онлайн, в такой гибридный формат. И на самом деле это для нас такой вызов был. Это на самом деле был такой челлендж — попробовать организовать что-то во время ковида. Да, с соблюдением всех норм. Видите, здесь все люди несчастные ходят, дышат в марлю. Ну да, естественно. Но это на самом деле круто было попробовать, и у нас вроде как получилось. Главная цель форума — обмен опытом и идеями. Студенты смогли не только погрузиться в мир науки, но и встретиться с кумирами. Один из специальных гостей, Анатолий Вассерман, высказал свои прогнозы на ближайшее будущее. Например, рост городов и неизбежный возврат к социализму. Еще одно предсказание, которое мы можем сделать. Нынешняя узкая специализация кончится достаточно скоро. Выиграет от этого весь мир, кроме Китая, поскольку именно в Китай перевели большую часть производств из Соединенных Государств Америки. И поэтому именно Китай не подчинен вот этой самой узкой специализации. Антон Шейкин, преподаватель СПБГУ, выступил с лекцией о прогнозах будущего в прошлом. Стойки считали, что мир рождается и умирает во мне, как феник, чтобы потом опять возродиться и выйти на очередной цикл. Поэтому для древних веков предвидение будущего было аналогично в разглядыванию прошлого. Креатив, простота в общении, веселая атмосфера и молодежный формат. Без галстуков и толстых кейсов. На Science движ каждый нашел тему по душе. Финальной точкой послужило химическое шоу от студентов. Они показали, что наука – это не просто формулы, а еще огни, иллюзии и яркие эксперименты. Варвара Трифонова, Роман Смольный, Медиа-центр СПБГУ.